Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тегелим. 22-й псалом. Удивительный псалом. Ну, первое, вот если у человека есть какой-то страх, ну, так, фобия какая-то. Один боится самолета, один змеи, еще чего-то. Написано при таком навязчивом страхе, это один из самых лучших псалмов, читаешь для того, чтобы страх ушел. Написано, что чтение этого псалма усиливает понимание в духовных вопросах. Если ты хочешь там проникнуть, читаешь Тору, пытаешься какие-то духовные вещи, что-то тормозится, читай этот псалом. Или другой, кто-то хочет, ребенок твой, или кто-то там занимается вот именно этими духовными вопросами. Ты хочешь, чтобы он продвинулся, читаешь про него и так далее. Написано в древних книгах, что это важнейший псалом, когда тяжелые роды у женщины. Надо срочно семь раз читать этот псалом, и написано, что роды пройдут сразу. Если она не может разродиться, то роды будут намного быстрее и спокойнее. Вообще, в описании этого псалма говорится, что на самом деле значительнее, чем человек более развитый духовно, тем больше он осознает свою малость рядом с Богом. И каждый день мы произносим вот эти слова, ведь все богатыри как бы и не существуют перед тобой. Поэтому этот царь Давидович Хульского, он сказал, что я червь, а не человек. И поэтому понимание малости человека дает очень многое, и 22-й псалом этому помогает. Что еще? Написали, что если семь раз читать этот 22-й псалом, семь раз в день, в течение семи дней, то открывает это человеку двери для достатка изобилия денежных доходов. Если есть проблемы материальные, еще раз повторяю, семь раз в день, в семь дней резко изменяется. Лучше читать написано на рассвете, и тот, кто совершит этот недельный обряд, в скором времени увидит, что материальные проблемы начнут отступать. Кстати, написано, что не забывайте, что когда вы читаете этот псалом, никто не должен вам мешать, и вы должны смотреть в сторону востока. Что еще? Противоопасности в пути. Когда есть опасность через реку, через место, где есть опасность нападения диких зверей, читаю 22-й псалом. Когда природные катаклизмы написаны, также это очень важный псалом. Несчастье, бедствие, когда что-то ломается. И когда сердце написано, наполнено скорбью, обстоятельства не складываются на руку, читай этот псалом. Что еще? Читает его при возникновении пожара для защиты от большого ущерба. Читает его, написано, дословно написано так, что когда душа смущена и в страхе. Ну, все понимают, что это такое. Еще один интересный момент. Если у какого-то человека кошмары во сне, или психические такие сложности, борча какая-то, его атакует, ну, это то, что называется влияние черной магии, то защита 22-го псалома незаменима. Его читают этот псалом, берут крупной соли немножко, читают этот псалом на крупную соль, три раза читают, и немножко рассыпают над кроватью, под кроватью и сам чуть-чуть пробуют. Вообще, идеально еще написано, что уже когда ты находишься в кровати, трижды лежа в кровати прочитать этот псалом, он закрывает человека невидимой пеленой от всяких колдовских атак, дурного воздействия и так далее. Древние каббалисты дали указание, что если кто-то хочет жить в достатке, изобили, пусть считает этот псалом перед мытьем рук, перед трапезой. Знаменитый каббалист Аризаль, он поясняет со связи вот этого псалма и трапезы, каким образом. Псалом содержит на иврите 57 слов, а слово пропитание в гематрии его несет числовое значение 57, а всего в этом псалме 227 букв, что соответствует числовому значению благословения. Поэтому, знаете, все, что мы видим, это не так, все просто, все глубже, все серьезнее. В каббале слова и соответствия чисел имеют очень сильную духовную связь. Следовательно, если читать перед умыванием рук, перед едой этот псалом, то человек получит благословение на пропитание и достаток. Ну а каббалист такой, как Аризаль, он знал, что говорит. Еще есть одна вещь, когда пост Эстер происходит перед Пулемом, уникальен этот псалом. В этот день написано, что каждый, кто нуждается в милосердии неба, из-за любых проблем, в этот день читает 22-й псалом, а потом он, имеющий отношение к царице Эстер, вообще написано. А потом говорит Всевышнему о своей проблеме, и говорит, что заслугу Мордыха Эстерда откроет Всевышний врат на милосердие, и решаются все проблемы. Это Раф Кардиновер, это один из великих людей. Ну вот все о 22-м псалме. Удачи! Брахава от слаха!